Я направился к домику вожатой. Весь лагерь спал, так что вряд ли меня кто-то мог заметить. Да и что с того? Ну гуляет пионер одну ночь, эко не видаль. Когда я уже почти дошёл до двери, сзади послышался шорох. Ветки густов рядом с деревом позади меня зашуршали, словно в них кто-то запрыгнул. Дикие животные. Диких животных здесь вроде как не водится. Значит, кто-то следил за мной. Дин, у тебя салюты. Да, это в честь того, что Семён вернулся к домику. Лидия там просто не успели отменить, они думали, что с Леной всё получится, как первый раз, а вот отмену не успели дать. Не-не-не, а если бы он поцеловал Лену, то там походу вообще парад закатили бы. Честь. Сейчас там префаером. В то же мгновение я бросился на звук. Продрался сквозь кусты и начал озираться по сторонам. Было слишком темно и ничего. И главное, никого в такой темноте не увидеть. Идти дальше бессмысленно. Если даже за мной кто-то и следит, он уже давно убежал. Я вернулся к домику. В окне горел свет. Значит, она ещё не спит. Семён, ты где был? Как это где? Мы с Леной в медпункте сортировали лекарства. Я же вам говорил, что пойду вечером. Да, когда это? И столько времени, к тому же. Да и я была в медпункте полчаса назад. Закрыт он. Свет не горит. Палево! Ну, мы решили немного прогуляться. Я тут волнуюсь, а он прогуляться решил. Ну, извините. Ты еще раз предупрежу заранее. Уж постарайся. А теперь спать. Уже поздно. В этом с вожатой сложно было не согласиться. Сегодня был трудный день во всех смыслах. Я слишком устал, чтобы размышлять о произошедшем вечером. Да и вряд ли в голову пришло бы что-то путное. И главное, совершенно непонятно, как на всё это реагировать. На Лену, на лагерь, на весь этот мир. И за прошедший день я практически не пытался искать ответы. Более того, всячески избегала этого, как будто возможная находка пугала меня. И Лена. Время, проведённое с ней, было куда важнее, чем все попытки вернуться в реальный мир. Я бы мог ещё долго накручивать себя, пытаясь понять, что же сделала не так, а что не сделала вообще. Но усталость взяла своё. День четыре. Я проснулся от адского звона в голове. Ай! Казалось, этот звук идёт откуда-то из глубин сознания. Однако, несколько придя в себя, я понял, что виной всему будильник. Странно, откуда он здесь взялся и почему стоит рядом с моей кроватью? Часы показывали пол восьмого утра. Ольга Дмитриевна, похоже, уже ушла, значит на линейку идти меня никто не заставит. Следовательно, можно ещё поспать. Я закрыл глаза, на моё сознание уже переключилось дневной режим. Получается, пора вставать. Стоит распланировать день, в конце концов, хоть сегодня необходимо что-то выяснить. Тем не менее, в голову решительно ничего не приходило. Надо окончательно проснуться и заодно заняться утренним туалетом. Да, сегодня надо обязательно что-то выяснить. По дороге к умывальникам встретил Женю. Чего это ты в такую рань? А что такого? Она посмотрела на меня так, как будто я её чем-то обидел. Ничего, просто спросил. Вот и иди куда шёл. Ну ты и пойду. Конечно, Женя и в лучшем настроении не очень приятная. Но сегодня она оказалась чересчур разлобленной. Холодная вода немного взбодрила меня, туман в голове рассеялся, а мысли начали потихоньку вставать на места. Однако меня всё равно больше волновал не поиск ответов, а то, как бы за завтраком занять место получше. Я почистил зубы и уже собирался уходить, как вдруг со стороны кустов донёсся тихий шорох. Наверное, белка или ещё какой-то зверёк. Шорох раздался вновь, но уже чуть дальше. Я прошёл с десяток метров по лесной тропинке в поисках источника звука. Но никого и ничего найти не удалось. Лишу тренелес вокруг, такой, каким он должен быть. Я вернулся назад и около умывальника увидел Мику, которая что-то высматривала в траве. Заметив меня, она оживилась, улыбнулась и подскочила ко мне. Ой, привет! Доброе утро! А я тут, знаешь, за мной порошок рассыпала, вот теперь собрать пытаюсь. Прикрытая росой трава явно этому не способствовала. А ты уверена, что это хорошая идея? Ну, как же, как же, как же. У меня ведь больше нет. Это был последний, последний, понимаешь, понимаешь, Семен, последний. Мику надула губки, как ребёнок, у которого отняли любимую игрушку. Возьми мой. Сказал я и полез в пакет, который лежал рядом с умывальником. Но порошка там не оказалось. Странно, ведь я только что его туда положил. Отошёл буквально на минуту, а он исчез. Слушай, похоже, я его забыл. Не хотелось ей говорить о том, что он просто пропал. Зная впечатлительность этой девочки, можно предположить, что исчезающее средство гигиены мог вызвать у неё такую бурю эмоций, что мой мозг уйдёт на перезагрузку во избежание перегрева. Эээ, ну ладно, я пойду тогда. Да, конечно. Ты заходи к нам, ну, то есть ко мне. Я же пока одна в музыкальном клубе, но мы, ну, ну, то есть я, ну, мы вот, типа как, ну, того, этого. Будем всегда тебя рады, заходи, заходи. Голос Мику растворился в свежести летнего утра, далеко позади меня. Вернувшись в домик пожатый, я достал мобильник и посмотрел на индикатор батареи. Судя по всему, жить ему оставалось не более суток. Конечно, здесь он мне особого не поможет, но всё же. А найти в 80-х годах зарядку от суток телефона почти то же самое, что и запрести его. Я уже собирался идти на завтрак, как в дверь постучали. На пороге стояла Лена. Доброе утро. Доброе. Я несколько смутился. События вчерашней ночи ещё стояли у меня перед глазами, но заводить от них разговор совершенно не хотелось. Ольгу Дмитриевну ищешь, наверное? Да нет. Ну, то есть, да. Лена была такой же, как и всегда, скромной и стеснительной. Казалось, что тот танец на пристани всего лишь сон. А её нет. А, ну ладно тогда. Я пойду. Угу. Когда Лена ушла, я подумал, что встретил её слишком холодно, и при следующей встрече решил обязательно быть поприветливей. Несмотря ни на что, утро было прекрасным. Яркое солнце освещало затерянный где-то во времени пространстве пионерлагерь Сывёнок, согревало его обитателей и придавало им силы провести этот день с пользой. Или, в моём случае, угробить его на тщетные попытки найти разгадку всего происходящего. В слове, было необычно многолюдно. Конечно, на завтрак, обед и ужин местные обязатели спешили, как на пожар, но зачем же толпиться в дверях? Я подошёл поближе и попытался узнать, что происходит. На пороге, казалось, собрался весь лагерь, и все знакомые мне девочки, и Ольга Дмитриевна, и Электроник. Они что-то оживлённо обсуждали. Я подошёл поближе. Ой, Семён, ты не видел сегодня Шурика? Эээ... Нет, а что такое? Мы его с утра найти не можем. Исчезновение пионеров — это что-то новенькое. Но вчера же он был с тобой. Она обращалась к Электронику. Был. А утром ты проснулся, а его нет? Нет. И почему ты сразу не пришёл ко мне? Ну, я подумал, что, может, он раньше простудился, ему в отца пошёл или ещё куда. А он вчера ничего такого не говорил? В разговор вмешалась Славя. Например? Что, собирается куда-то, например? Нет. А что такого странного-то, страшного-то произошло? Время только девять утра. Может, он прогуляться решил? Ты не знаешь Шурика. Она серьёзно посмотрела на меня? Не знаю, да. Но в то же время ничего подозрительного в этой ситуации я не видел. Ладно, не будем паниковать. Наверняка найдётся. Чтобы он пропустил завтрак. Ульянка усмехнулась. Точно. Пора уже есть идти. Пионеры зашли в столовую. Выбирать, куда приткнуться мне опять не пришлось. Единственные свободные места оказались за столом Алисы и Ульяны. Садись. Ну, просто дрентим. Садись, давай, садись. Она показала на стул рядом с собой. Какой выберешь стул? Я сел. Алиса выглядела как обычно и, похоже, не собиралась устраивать мне разнос за то, что я обещал вчера вечером прийти на сцену, но не пришёл. Ну, раз она не хочет об этом говорить, то и мне не стоит. Может, всё же возьмёшь еду? Точно. Об этом я и не подумал как-то. Завтрак вроде бы такой же, как вчера, а сегодня как будто выглядит... Выглядел аппетитнее. Может, просто очень хотелось есть? А может, я пытался быстрее покончить с ним, чтобы не нарваться на очередную Ульянкину выходку? Пойдёшь сегодня с нами на пляж? А когда? После завтрака. Вообще говоря, развлечения сегодня не входили в мои планы, но в то же время, отчего бы час-два не поваляться на солнышке и подумать. Пойду? Почему нет? Вот и отлично. Она мило улыбнулась. Опять-нибудь что-то замышляешь. Нет, ты что? Она сворует мои плавки. Ульяна замахала руками. А, плавочки. Наверняка. Ухмыльнулась Алиса. Она такая. А вот и нет. Я склонен с ней согласиться. Да никто не сомневался. Ульянка взяла поднос с грязной посудой и встала. Приятного аппетита. Она сказала это так, что я полностью уверился в том, что ничего хорошего сегодня на пляже меня не ждет. Мы остались наедине с Алисой. Знаешь, я все же, наверное, с вами не пойду. А че так? Ну, дела кое-какие. И что же у тебя за дела? Она заглянула мне в глаза так, что я не нашелся, что соврать. Ну, у меня и плавок даже нет. На день мои проблемы-то какие. Я мужские ношу. Думаешь, они на меня налезут? А ты попробуй. А я попробую. Наверное, не стоит. Да ты не бойся. Найдем мы тебе плавки. От этой фразы страх мой только усилился. Подожди меня возле столовой. Я вернусь через пару минут. Ну, ладно. В конце концов, ничего такого в том, чтобы просто ее дождаться нет. Верно ведь? Закончив завтрак, я вышел на улицу и сел на ступеньки. Мимо меня, один за другим проходили пионеры, спешащие по своим делам. Никто не останавливался. Никто даже не смотрел в мою сторону. Кажется, они совсем не считали меня чужаком, а напротив, обычным подросткам их возраста. Можно сказать, своим товарищам. Я поймал себя на мысли, что и сам начал воспринимать этот лагерь и всех его обитателей уже не с такой обостренной настороженностью, как в первый день. Дурим. Алиса действительно вернулась через пару минут. Готов? К чему? Она протянула мне плавки. Хотя плавками это назвать было сложно. Больше они походили на розные семейные трусы, украшенные бабочками и цветочками. Точнее, ими и являлись. Страшно спросить, откуда ты это взяла. Что, боишься их надеть? Слабо, что ли? А? Да, как-то знаешь... Не имею никакого желания. Ее прикол я оценил, но совершенно не собираюсь выставлять себя на посмешище. Надевай! Грубо, сказала она. Почему бы тебе их не примерить вместо меня? Мне кажется, цвет этого бикини прекрасно оттеняет твои глаза. Давай-ка на спор. Порить с ней у меня не было ни малейшего желания. Ты вообще от меня еще за прошлый раз должен. Нет, спасибо. Я не голодный. Короче, либо ты идешь на пляж в этом, либо плаваешь голым. Все понял, малой? Если все тщательно взвесить, то второй вариант окажется даже лучше первого. Я вообще-то уже не планирую никуда идти. Тогда я всем расскажу, что ты подбросил мне эти трусы. После того, как полапал, конечно. И зачем мне это? Мне откуда знать. Это что ты их подбросил, извращенец. Она расхохоталась. Дальше спорить с Алисой совсем не хотелось, поэтому я решил все же пойти на пляж. Конечно, не в этих гламурных плавках. Ладно, я приду минут через десять. И не опаздывай. Сказав это, она убежала. Я поплесся к домику вожатой, чтобы взять полотенце и заодно попытаться из чего-нибудь соорудить плавки. В комнате меня ждала Ольга Дмитриевна. Семен, о Шурике ничего не слышно? Ровно столько же, сколько и полчаса назад. Я подошел к своей кровати и взял полотенце. Куда ты собираешься? Ну да, на пляж. Подожди-ка, а у тебя есть плавки? А то ты же вроде без вещей приехал. Странно, что этот факт не удивил ее при первой же встрече. Нет. А в чем пойдешь? Действительно, а в чем? Не знаю. Сейчас, подожди. Она подошла к шкафу и открыла ключом в запертый ящик. Через мгновение у вожатой в руках были обычные мужские плавки черного цвета. Вот это поворот. И откуда они у нее взялись? А главное, зачем? Я, может, что-то из прошлой смены забыл. Мало ли. Учитывая все странности этого лагеря, найти мужские плавки в комнате Ольги Дмитриевны, это еще не самое удивительное. Ну, спасибо. Плавки были как раз моего размера. Я переоделся за домиком и пошел на пляж. Там уже собрались, собралось много пионеров, но из знакомых только Алиса и Ульяна. Иди к нам. Я подошел и сел рядом с ними на песок. Смотрю, ты нашел получше. Она уставилась на миг плавки и ехидно улыбнулась. Ну, как видишь. Пойдем плавать. Да, не хочется что-то. Может, попозже? Я не был большим любителем купаться. Ну, как знаешь. Девочки убежали к воде. Зачем я вообще сюда пришел? Почему не ищу ответы и разгадки? Но волнует ли это меня сейчас? Ребенок оказался нормальным. Конечно, за эти три с половиной дня со мной произошло много всяких странных событий, но ни одно из них само по себе взятое отдельно не казалось чем-то чересчур фантастическим. Тем более, я совершенно не приблизился к разгадке. Напротив, все, что случалось, только больше запутывало ситуацию. Да и какие у меня альтернативы? От местных обитателей, правда, не добиться. Если они вообще ее знают. Попытаться уйти отсюда? Ну, далеко ли я дойду пешком, при том, что даже не знаю, где точно нахожусь? Получается, что мне остается только ждать. Через некоторое время девочки вернулись. Ульяна что-то держала в руках. Она сейчас спидозу на меня бросит? Смотри! Я поднял глаза и увидел рака. Обычного речного рака. Смотрите, какой рак! Нифига себе! Ты на рака сейчас смотришь, да? Конечно. Ульянка легла рядом и принялась его мучить. Оставь бедное животное в покое! Это что? Это же рак! Ну и что, что рак? Он тоже имеет право на жизнь. Вот сейчас я ему клешни и поотрываю, а потом попрошу повариху его сварить на ужин. Ням-ням-ням-ням! Так там в клешнях и весь сок. Как будто больше есть нечего. Я посмотрел на Алису. Похоже, ульянкины забавы с бедным членостоногим ее совсем не заинтересовали. Хоть ты ей скажи! Вот это рак! А чё такое? Он же рак, так ему и надо. Кажется, эти девочки прогуливали уроки природоведения в начальных классах. И бережное отношение к окружающей среде им было чуждо. Лицемер! Котлет ужрал недавно! Отдай! Я выхватил рак у ульянки. Да ради бога. Меня немного удивило, что она не стала сопротивляться. Я посмотрел в глаза бедному животному. Они совершенно ничего не выражали, но думаю, если бы он умел разговаривать, то обязательно возмутился бы. Возможно, даже сослался бы на конвенцию ООН о правах человека. Правда, не уверен, что это бы помогло. Я отнёс рака к реке и отпустил на волю. Ничего, ещё она ловлю, тут их много. Сказала ульянка. Кто бы сомневался. Промотал я себе под нос. Время шло, и незаметно меня разморило. Я задремал. Но не помню, что мне снилось, если снилось вообще. Но проснуться я от того, что кто-то тряс меня за плечо. Так, я, пожалуй, переметнусь. Надо мной стояла Ольга Дмитриевна. Тоже поплавать пришли? Или так? Просил я спросоню. Нет. Уже обед скоро, а мы Шурика всё ещё не можем найти. Сказала вожатая, стоящая передо мной в мокром купальнике. И? Хочу, чтобы ты его поискал. Да он домой уехал. А что, кроме меня в лагере больше пионеров нет? Я искренне возмутился. Каждым разом становилось всё понятнее, что Ольга Дмитриевна держит меня за посыльного с функциями раба. Раба. Или наоборот. Раба с функциями посыльного. Раз я пришла к тебе, значит, хочу, чтобы мне помог именно ты. И почему же именно ко мне? Однако, подумав, я решил согласиться. В конце концов, плечи и вся спина сильно обгорели на солнце во время сна. А поиски Шурика, возможно, позволят получше познакомиться с теми местами лагеря, где бывать мне ещё не доводилось. Ладно. В лавках идти не камильфо, поэтому сначала надо было переодеться. И вот, спустя 10 минут я стоял на дороге, на пороге домика Ольги Дмитриевны, и думал, куда пойти. Где же может быть Шурик? Лодочная станция, стоянка. Ну... О, ещё есть лес. А, ещё есть лес. Либо труп Шурика в лесу, либо, может, следы отъезда автобуса или машины на стоянке, либо лодочная станция, а там, я не знаю, что. Да, озеро Ближний, а не, это остров Ближний, остров Дальний, а дальше он вплавь направился домой. Короче, я вангую, мы ходили по лесу вчера ночью, и там никого не было. Он поехал домой. То есть ты думаешь, всё так просто? Да. И никому не сказал ничего, даже своему сокоманднику этому? Да. Просто ему всё надоело. Берём стоянку. Ой, смотри, там ещё домик 17-й активен. Да, ты права. Но если бы он был там, его бы уже заметили. А кто там живёт в нём? Анонимус? В пакете? А, погоди, это мы. Это же Ольга Дмитриевна и мы. А, ну да. Анонимус. Походу, да. Лодки или стоянка? Стоянка. Ну, пойдём, ладно. Я тоже за неё. Хорошим вариантом казалась автобусная стоянка. У меня в голове промелькнула шальная мысль, что Шурик, как и я, решил сбежать из этого лагеря и стоит, ждёт автобус номер 410. Это вполне могло оказаться правдой, если он тоже попал сюда случайно. Хотя вероятность этого крайне мала. Крайне мала. Но, чем чёрт не шутит? Тем более, вдруг автобус и правда приедет. Впрочем, в это верилось с трудом. В итоге, подождав на остановке пару минут, я убедился, что ни Шурика, никого другого здесь навстречу... Подожди, секунду, я запутался. В итоге, подождав на остановке пару минут, я убедился, что ни Шурика, никого другого здесь не встречу... А, я просто прочитал навстречу И пошел назад в лагерь Однако из ворот кто-то выскочил И мгновенно врезался в меня Удар был не сильный, так что я всего лишь Немного отшатнулся Передо мной стояла Мику И потирала ушибленный лоб Что у нее не так с глазами Ой, извини Ничего, 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 ничего Это я во всем виновата Понимаешь, я в музыкальный кружок шла, но задумалась над новой песней Знаешь, текст придумала музыку И сама не заметила, как здесь оказалось Так что ты не извиняйся, не извиняйся Количество слов в минуту превышало лимит восприятия моего мозга Я попытался в спешном порядке ретироваться Да, да, мне идти пора, такие дела Подожди Подожди, подожди Хотелось, как обычно, уйти Не дослушав ее, на мигу схватила меня за руку От ее прикосновения у меня мурашки пробежали по коже А перед глазами пронеслись картины мучительной казни Через риторику Можешь мне помочь немного, пожалуйста, совсем чуть-чуть Совсем-совсем Подобное в мои планы никак не входило Да я бы с радостью, но мне... Ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста Мику посмотрела на меня такими щенячьими глазами Что мое сердце начало таять Руку при этом она и не подумала отпускать А в чем, собственно, помощь заключается? Чем помочь? Подыграешь мне А то у меня так совсем не получается сочинять Я могу петь или играть или петь А вместе почему-то не получается, пожалуйста Даже у человека оркестра есть свои слабости Да ты знаешь, я играть-то ни на чем толком не умею Не страшно, я тебе покажу Пойдем, пойдем, пойдем Ну пойдем Ты уверен? Ну да Она так просит Тем более я растаял от глаз С другой стороны, я же ничего не теряю Хотя... Она потащила меня за собой Скорее всего, ничего хорошего из этого не выйдет Но единственный вариант вырваться Грубо выхватить руку Но это было бы неучтиво Ну, в конце концов, ничего страшного не происходит Да, Семен-то сама учтилась Наверное Через минуту мы уже стояли в здании музыкального кружка Мику взяла гитару Вот смотри Она села и начала играть Я следил за ее руками Мелодия оказалась довольно простой Да и повторить ее было как будто не сложно Запомнил? Вроде да Давай тогда попробуем Я взял гитару и начал играть Получилось не очень Давай еще раз покажу Она играла куда лучше меня Глядя на Мику, я задумался Конечно, она не в меру разговорчивая Рассеянная и слишком наивная Но при этом Талантом к музыке ее бог не обделил Попробуй еще А второй раз у меня получалось куда лучше Вот, уже похоже Она улыбнулась На самом деле ничего сложного Надо было просто повторять одни и те же ноты Главное не сбиться Давай, начать три Давай Раз, два, три Это была песня на японском Честно говоря, я ничего не понял Но пела Мику хорошо Даже отлично Она всю душу вкладывала в каждую ноту Каждое слово Да, пожалуй, музыка Это именно то, чем стоит заниматься в жизни Казалось Не она Одна Не она выбрала музыку А музыка и ее За последние полчаса Я взглянул на Мику совсем по-другому Ой, спасибо тебе Понравилось? У меня наконец-то получилось А то одной как-то не очень Я либо с текста сбивалась Либо мимо струн попадала С тобой все отлично вышло Спасибо тебе Знаешь, у тебя определенный талант Так вы сразу взять и сыграть Нет, похоже Мнение о ней я изменил рановато Спасибо тебе за песню Мне пора Увидимся И тебе Остаток фразы остался за дверью Я оперся о стены музыкального кружка И облегченно вздохнул Эта песенка Мику все еще вертелась у меня в голове Конечно, было понятно, что Ольга Дмитриевна с пионерами уже осмотрела весь лагерь Можно сказать, прочесала вдоль и поперек Поэтому искать Шурика, например, в столовой или на пряже было глупо Тем более в кружке кибернетики Там был его второй дом А может даже и первый Поэтому стоило смотреть окрестный лес Естественно, далеко заходить в мои планы не входило Иначе пришлось бы искать меня Вообще, я в своей жизни не так уж часто бывал на природе Разве что в детстве и юношестве ездил на дачу каждое лето Которая, к тому же, была рядом с городом А в этом лагере, в этом мире можно найти все, чего я так давно не видел Кромешная зелень, пение птиц и свежий воздух Я вышел на лесную полядку и сел на пенек Съел пирожок Пенек сел, должен был косарь отдать Как же здесь спокойно И куда только этот Шурик запропастился Хотя, с другой стороны, он мог исчезнуть и не по своей воле Сам этот лагерь далек от нормальности Так что ничего удивительного, что здесь пропадают пионеры Интересно только, всему виной та сила, которая забросила меня сюда Или вмешалась какая-то местечковая чертовщина Погруженный в свои мысли, я не заметил, как трава передо мной начала шевелиться Я присмотрелся внимательнее и увидел белку Она осторожно подобралась ко мне и уставилась на мои руки Наверное, я привыкла, что ее здесь кормят Прости, животное, у меня ничего с собой нет Конечно, белка не могла меня понять и продолжала просто сидеть, ожидая угощения Мне стало даже несколько обидно, что в кармане не завалялась даже крошки хлеба Я поймал себя на мысли, что стыжусь смотреть ей в глаза и пошел дальше После нескольких минут плутания я вышел к умывальникам Получается, что и в лесу его нет, по крайней мере в ближайших окрестностях А идти дальше попросту страшно Я подошел к умывальникам, снял рубашку и решил немного ополоснуться, так как довольно сильно вспотел Однако, это оказалось не так просто В раковину залезть явно не получится, а тут нет даже ковшика И вдруг сзади послышались шаги Я обернулся По дорожке в мою сторону шел электроник Шурика искал? Ну да А ты? И я Слушай, ты же его лучше знаешь, куда он мог пойти? Не имею ни малейшего понятия Расстроенно ответил он Да уж Просто я не очень понимаю, зачем разводить такую панику Ночью же он был с тобой в домике, то есть его нет совсем недолго Может погулять пошел? Ты просто не знаешь Шурика Сказал электроник взволнованно Он фанатик своего дела Робототехника и кибернетика это его жизнь Таких людей один на миллион Нет, на миллиард Его талант не знает границ Я восхищаюсь им Это стальной человек Нет, даже победитовый В эту минуту он был похож на Гитлера Читающего речь перед многотысячной толпой Да и жестикуляция соответствовала Ладно И что с того? Как это что? Ты не понимаешь? Нет Он все, понимаешь, все Свободное время проводит в нашем клубе Господи То есть вот так пропасть для него странно? Конечно Электроник кажется немного успокоился Ну ладно Он пристально посмотрел на меня Эм, мыться собираешься? Да не то чтобы Просто полоснуться, а то жарко Я вот тоже Пойдем вместе Он огляделся Эх, жаль ни ведра, ни ковшика нет Не из чего облиться Это я уже заметил Тогда сделаем так Он обошел умывальники и потянул один из кранов К моему удивлению, его носик поднялся И вода лилась уже не в раковину А почти под прямым углом Так можно было вполне помыться Носик Электроник же тем временем снял рубашку А затем присел и, кажется, спустил шорты Точно я сказать не мог Так как он по пояс был скрыт за умывальниками Хочу, что этого не видел Он направил струю на себя И начал напивать себе поднос Чисто-чисто моем трубочисто Я стоял в полнейшем шоке Не зная, что и думать Похоже, он это заметил Сейчас помоюсь и тебе место уступлю Меня аж передернуло Да нет, знаешь Я вспомнил, что у меня дела Мне пора При всех странностях Электроника таких наклонностей За ним я не замечал Эй, ты чего? В такой жаркий день помыться под холодной водой Самое лучшее удовольствие Не-не-не-не-не-не-не, Дэвид Блейн Так не пойдет И вообще, мне пора уже Блять, в лес Ран Я быстро надел рубашку и убежал обратно в лес Интересно, что это на него нашло На обед я шел со смешанными чувствами Выполненного долга и бесцельности Последних нескольких часов Бесцельности Столовая была битком Остаться незамеченным не получилось Меня окликнула Ольга Дмитриевна Семен, иди к нам За четырехместным столом сидели вожатая Славя и Электроник Я кивнул головой и отправился за обедом В этот раз мне пришлось несколько минут постоять в очереди Сегодняшнее меню мало чем отличалось от меню предыдущих дней По крайней мере, по внешнему виду блюд Когда я сел за стол и пожелал всем приятного аппетита, Ольга Дмитриевна сказала Ну, и что вы думаете? О чем? О Шурике Уже обеда, его все нет Я подметил пушкинскую рифму, но не стал акцентировать на этом внимание Мы обыскали весь лагерь Я обошел весь окрестный лес Ольга Дмитриевна посмотрела на меня И я помогал Надо звонить в милицию Может, хотя бы до вечера подождем Лениво заметил я Домой он поехал, например Не может быть Шурик живет отсюда в тысячах километров Ну так, на поезде поехал? До ближайшей станции... Она замолчала Далеко А вот это было уже интереснее Только разговор заходит о том, как выбраться из совенка Все местные обитатели сразу же пытаются сменить тему Далеко это сколько? Это много Вожатая посмотрела на меня так Что по ее виду можно было понять, что дальнейшие расспросы неуместны Значит, надо идти глубже Глубже в лес Может, он заблудился У Шурика всегда с собой компас Вмешался в разговор электроник Интересно, что еще Можно найти у него чудо-жилетки Если она у него вообще есть Мне бы компас вряд ли помог Затутай я в лесу И в милицию В милицию вечером К сержанту Асмадею Хотя бы не немедленно Ну, до вечера Все замолчали Еще далеко до вечера Я в этом смысле Если он правда пропал, то нельзя медлить Мы не можем пока это знать Ну, а где он тогда? Где он? В словах Вожатой была доля истины Довольно странно, что вот так прятаться целый день Да и зачем ему это? Все-таки Шурик показался мне вполне серьезным пионером А такое поведение Больше походило Подошло бы у Ульянки И значит действительно Были основания полагать, что он пропал В любом случае Мы сделали все от нас зависящее Теперь остается только ждать Славя, Электроник и Ольга Дмитриевна Грустно посмотрели на меня Но ничего не сказали Закончив обедать Я отнес поднос на стол с грязной посудой И вышел из столовой Славя, Электроник и Ольга Дмитриевна